всем привет меня зовут ник и сегодня я хотел поговорить про языки то как я учу языки когда я учил их зачем их вообще учить и поделюсь просто своим опытом в лингвистике вот первое что хотел рассказать это то что я сейчас учу немецкий вот у меня есть передо мной блокнотик тут я выписываю тут алфавит и популярное высловивание на польском вообще записался в польскую школу в библиотеке в которой у нас кстати арт-нетворк не проходит но что там еще учитель болеет поэтому я его не могу посетить как бы и вообще на части занятия вот мне очень нравится смотреть в ютубе всякие ролики про изучение языка вот сейчас вот да есть стремление к изучению польского потому что музыка мне нравится польский мама мне польский знание ты жила на польша это вот много факторов которые добавляют к тому что нужно учить язык вообще мне кажется у каждого человека своя причина учить язык у меня вот есть знакомые друзья которые пытаются выучить английский и я вот не знаю что им сказать потому что я учил английский в школе мне вот так повезло что в школе у меня был английский вообще многих он был просто у нас он был прям вот очень интенсивный по два урока в день каждый день и вот конечно же когда у тебя каждый день английский на протяжении десяти лет или одиннадцати то конечно английский можно выучить но я заметил что лучше английский становится когда смотришь например контент то есть нужно сделать все что все информацию которые ты потребляешь либо хотя бы 50 процентов нужно сделать их пассивно чтобы они были в английском языке если учишь английский или в том языке который тебе нравится который ты хочешь выучить мне нравится например сериалы были сам первое точнее нам хозяйки потому что это такой бытовой язык там кто ты кто где куда пошел кто с кем там поссорился или там что у кого произошло в общем очень интересно на самом деле сериал очень много всякие его рекомендую сейчас я правда не знаю на какой платформе можно посмотреть на фикс его уже немножко прикрыл но с другой стороны есть и тот же netflix на котором можно выбирать любой фильм в субтитрах с английскими субтитрами или с украинскими русскими польскими что еще можно сделать можно смотреть видео про обучающие грамматику самое главное самом деле в языке это все-таки грамматика когда у тебя есть сильное говорение сильное письмо они в грамматике то то что ты говоришь на самом деле получается очень неправильно построенным и чаще всего люди затыкаются на временах английском там их там помню 20 времен или 15 вот и чтобы не потеряться в этих временах скорее всего лучше обратиться к репетитору я не репетитор но я обращался к преподавателю онлайн после уже окончания школы после университета мне понравилось заниматься но все-таки мне кажется живое общение оно будет более качественным хотя смотря какой преподаватель какая у вас система обучения если она вообще-то система обучения либо просто там приходите из урока в урок все одно и то же у вас больше говорения вот у меня например с немецким грамматика очень большая такая трабла сейчас потому что я очень плохо разбираюсь в родах и для меня сложно запомнить то что я как бы уже себе разделил на три других языках английский русский украинский и тут уже ну я думаю нужно каждому самому прорабатывать с преподавателем с учителем онлайн или самостоятельно я также сам занимался с самоучителем вот мне подруга одолжила книжечку самоучителя я ее пролистал я понял что в принципе я я понимаю и могу решить есть хорошие онлайн самоучители можно найти в интернете те которые мне понравились если я их найду снова ты их тоже за линку и здесь там где-то но есть онлайн учебники по немецком особенно интерактивные там где-то можешь и кликнуть и что-то там выбрать аудиозапись послушать аудиозапись и мне кажется на английском были самое тоже интересное потому что именно они два и такое ощущение того что ты вот находишься в этой среде вот это речь английская или британская точнее вот хотя есть конечно люди которые учатся на американские произношения не знаю зачем вот и вот ну это принципе большая часть того что я знаю про изучение языков про то что можно сделать с изучением языков там как их потом получить для чего не сказал вот ну для чего во первых это возможность путешествия возможность узнать эту культуру новую английский вообще открывает очень много разных культур потому что пол интернета написано или даже большая часть английской все таки программирование или даже любые книжки зарубежные которые выдаются на международный рынок они тоже выпускаются на английском основном или на других языках тоже то есть зависимости от того какие у вас цели что вы хотите там приобрести знания или получить например какой-то новый опыт в другой стране то конечно всем еще раз привет это ник и я хочу сказать что у меня потерялась запись с того дня поэтому сегодня записываю вам такое прощание спасибо большое что посмотрели это видео в будущем я бы хотел еще сделать видео про книги на английском для начинающих или просто интересные книги на английском если вам интересно в этом узнать посмотреть видео пишите комменты лайкайте и чтобы оставаться в курсе событий конечно же подписывайтесь потому что следующее видео выйдет и вы будете курсе когда она выйдет вот ну все всем спасибо и пока